В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Округ встретил День знаний, а школы учеников стартовал новый учебный год. Сто баллов – это труд и детей, и их родителей, и учителя. Рекорд люберецких педагогов – 21 выпускник получил наивысший балл по ЕГЭ. Мы готовы к еще большему приему пациентов, как по экстренным показаниям, так и по плану. Красковская больница вернулась к прежней жизни. О работе учреждения сегодня в выпуске. Объявили капитуляцией на нашем участке, это при Балтике было дело. Так все воспрянули, все старые здоровые такие, все веселые. В рамках акции «Мобильные бригады помощи» участники Отечественной войны получают подарки. Конечно же, в мой шашлык я добавлю секретные ингредиенты. Лето ушло, а время пикников в самом разгаре. Рецепты вкусного шашлыка в сюжете Анны Троян. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. Более 1800 обращений поступило на минувшие недели в Люберецкую полицию. По 26 заявлениям возбуждены уголовные дела. Стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам 19 преступлений. Среди них есть резонансные. «Убийство было в городе Дзержинске на области энергетики в дом 3. В общежитии рабочие подрались. Один на другом нанесли живое ранение, которое тут скончалось. Проводится проверка». На территории Люберецкого гарнизона пожарной охраны произошло 6 возгораний. Одно в городском округе Дзержинске, остальные в Люберцах. В результате происшествий никто не пострадал. «24 августа, 17-28, посёлок Коренёв, улица Лорхо, напротив дома 15, заброшено строение. В данном строении обгорело улице на площади 20 квадратных метров». Система ЖКХ городского округа работала без аварийно в штатном режиме. О том, чтобы зимой тоже не было сбоев, ресурсоснабжающие организации заботятся сейчас. На данный момент готовность к отопительному сезону превышает 97%. «С 2102 квартирных домов подготовлено 2035, это 96%. Из 81 котельной – 79, это 97%. Нарушение исполнения графика отключения горячего водоснабжения при плановых отключений не зафиксировано. Контроль за исполнением графика на территории городского округа обеспечен». Чистоту и порядок на городских и придомовых территориях обеспечивали около 1000 человек и 97 единиц спецтехники. В Люберцах продолжается комплексное благоустройство дворов. Сотрудники подрядных организаций проводят покос травы, опиловку аварийных деревьев и окрашивают малые архитектурные формы. «Продолжается работа по ямочным ремонтам дворовых территорий. В прошедший период устроено 84 ямы общей площадью 720 метров квадратных». В нормативное состояние приводят и региональные дороги. Кроме ежедневной уборки на некоторых участках производился ремонт перильных и тросовых ограждений. Всего за неделю с региональных дорог вывезли около 130 кубометров мусора. Луиза Игязарян, Валерий Абсалямов, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Очередной велообъезд провёл глава округа. Владимир Ружицкий совместно со своими коллегами проинспектировал территорию деревни Матяково. Какие проблемы удалось выявить, узнавала Анна Троян. «Строщик вышел за пределы кадастрового учёта. И если хозяин этого забора продлит свой запор согласно своим границам, то у нас нет выезда ни одного». Встречи с главой округа жители Матяково ждали с нетерпением. Обо всех наболевших вопросах они сообщили Владимиру Ружицкому, как только велоинспекция пожаловала в деревню. «У вас останавливаются насосы. И та накопленная горячая водичка со всей ржавчиной, она отстаивается, потом идёт подача энергии, весь этот замечательный оранжевый цвет поднимается и подаётся нам». Не только ржавая вода, но и другие проблемы ЖК «Коренёвский форт» волнуют местную жительницу Ирину Смирнову. Весь маршрут она проехала вместе с представителями власти, что помогло детально разобрать недочёты нового жилого квартала. «Старались собрать все общие вопросы от всех жителей. Это касаемо и транспорта, и наших пешеходных зон, и котельной нашей замечательной, от которой мы, к сожалению, страдаем. В первую очередь были затронуты неправильные коммунальные платежи, которые нам исчисляются и все образовавшиеся задолженности». Велоинспекторы заверили, совсем скоро вопросов по работе котельных в Матякове больше не возникнет. Объекты переданы на баланс Люберецкой теплосети, что решит ряд проблем. В дороге от пункта к пункту команда главы также обратила внимание на бездорожье на некоторых участках деревни. «Здесь меняются управляющие компании и работают слабо. Будем тоже разбираться, что с этим делать. Есть вопросы, проблемы по тротуарам. Так застройщик это всё построил. Дороги есть или проезды тротуаров нет. В целом, я оцениваю, территория держится неплохо. Всё-таки бурьянов нет, трава покошена. Мы посмотрели детские площадки. Детские площадки комфортные, ухоженные». Все обнаруженные во время инспекции недочёты зафиксировали. Решение каждой из обнаруженных проблем. Глава возложил адресно на ответственных сотрудников администрации. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 1200 кухонь. Именно столько производит предприятие «Кухонный двор» за один месяц. Единственный цех фабрики расположен в Малаховке. Оттуда мебель развозят от Калининграда до Камчатки. Как и чем живёт компания сегодня, узнавал глава округа Владимир Ружицкий. Счастье для каждой хозяйки. Так смело можно назвать продукцию компании «Кухонный двор». За 24 года фабрика выросла из обычного маленького мебельного цеха в крупное предприятие, узнаваемое во всей России. Подстроилась компания и под современные реалии. Разработчики внедрили новое антибактериальное покрытие для мебели. «Наши фасады теперь кухонь, корпуса и столешницы изготовлены именно из них. Поэтому можно назвать, что наши кухни теперь самые безопасные в России. Как показал этот кризис, он нас вывел на необыкновенную высоту». Пандемия сыграла на руку мебельной фабрики во многом во время приостановки работы предприятий. Руководство компании провело масштабный апгрейд персонала. Обучение сотрудников дало хорошие плоды. После снятия ограничений у «Кухонного двора» выросли продажи на 40%. «Вот здесь именно на производстве работы 320 человек, а в целом у них по компании более 700 человек. Здесь сколько можно пожелать, чтобы предприятие дальше двигалось, развивалось». Следующая вершина, которую мечтает преодолеть «Кухонный двор» – выход на международный рынок. А для этого у фабрики есть все. В ассортименте 50 моделей и безграничное множество комбинаций для индивидуальных заказов. В месяц в Малаховке изготавливают 1200 экземпляров кухонь. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Стационарное отделение номер 3 Люберецкой областной больницы вернулось к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи. Как и прежде, пациенты проходят лечение по всем основным профилям. Подробности в сюжете Луизы и Геазарян. Буквально месяц назад эта больница была эпицентром борьбы с коронавирусной инфекцией. Сегодня здесь уже нет ни одного пациента с диагнозом COVID-19. Ольга Бабич, одна из первых, попала в отделение после перепрофилирования. Лечебное заведение, в которое она обращалась ранее, изменилось до неузнаваемости. Очень все изменилось. Очень в лучшую сторону. Я даже не ожидала. Я зашла, ахнула, не узнала в больницу. Все новое. Я очень рада, что сейчас наконец-то поправят мое здоровье. Кроме внешнего вида, изменились и порядки. В больнице действует санэпид-режим. В два раза в сутки помещение стационара обрабатывают дезинфицирующими средствами. В каждой палате приборы для обеззараживания воздуха. Медперсонал и пациенты в масках и перчатках. При приходе на работу обязательно температурный режим. У нас обязательно идет еще контроль крови на антитела раз в неделю и маски ПЦР. Мы вооружены и работаем в таком режиме. Все готовы. Отделения Красковской больницы открывались постепенно. С 14 августа начался прием пациентов терапевтического профиля. Затем восстановилась работа операционного блока. И в стационаре стали оказывать хирургическую помощь. Всего в больнице 437 коек. Мы, конечно, заинтересованы в более полной загрузке стационара. Но условия госпитализации, плановой госпитализации, до обследования пациентов, они несколько удлиняют сроки подготовки пациентов к госпитализации. Поэтому мы готовы к еще большему приему пациентов, как по экстренным показаниям, так и по планам. Люберецкая областная больница по-прежнему принимает пациентов с COVID-19. Сейчас больных коронавирусом лечат в инфекционном отделении на Октябрьском проспекте. Пандемия коронавируса внесла коррективы в старт учебного сезона. Проверку на наличие антител к COVID-19 начали проходить все сотрудники образовательных учреждений округа. На тестирование работников одной из школ побывала наша съемочная группа. Третья поликлиника в Люберцах принимает сотрудников 16-й гимназии. Специалисты самого крупного учебного заведения округа вносят свой вклад в безопасный старт учебного года. Проверка работников на наличие антител к коронавирусу добровольная. Участие стопроцентное. Надо будет работать с детьми, да и родителями многими. Поэтому я считаю, что это важно. Я считаю, что школа готова к приему детей. Подготовка школ не ограничилась лишь тестированием работников. Теперь все учреждения оснащены бактерицидными лампами и средствами индивидуальной защиты. С 1 сентября будет проводиться регулярная дезинфекция помещений. Что очень важно нам было предусмотреть на 1 сентября, это составить правильные графики питания детей. И мы за летний период времени провели и ремонтные работы, и расширили обеденные залы, закупили дополнительную мебель. И теперь все графики составлены очень корректно. И надеемся, что нам удастся избежать негативных последствий. Тестирование работников учебных заведений началось 17 августа. До начала учебного года проверку пройдут все 2086 сотрудников образовательных учреждений округа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В канун Дня знаний учителя, завучи и директора образовательных учреждений округа собрались на августовской конференции педагогической общественности. На встрече обсудили итоги прошедшего года, планы на будущее и, конечно, работу в новых сложившихся условиях. Линейка на День знаний только для первых и выпускных классов. Соблюдение социальной дистанции обязательно. Таким будет возвращение школьников в образовательные учреждения. На конференции педагоги обсуждали в первую очередь не образовательный процесс, а необходимые меры безопасности. Мы на сегодняшний день уже понимаем, как будут разведены потоки детские. При входе в учреждение, при ведении образовательного процесса. Конечно, в школах это будет кабинетная система, чтобы не смешивать детей из разных классов, из разных параллелей. Постараемся также составить индивидуальные графики на питание в школе, что тоже очень важно. Новое время продиктовало новые условия работы. Если раньше дистанционное обучение воспринималось как нечто несерьезное, после пандемии стало понятно – это отличный инструмент образования. Учителя продолжают осваивать цифровые электронные ресурсы. На сегодня мы в иных немножко условиях находимся. И сегодня мы вынуждены перекраивать свою работу, перестраивать ее полностью и вводить новые формы, чтобы не упустить момент для выдачи полного объема знаний для детей. Августовская конференция – время подводить итоги. Так, несмотря на пандемию, в минувшем учебном году педагоги и ученики показали отличные результаты. Увеличилось число медалистов и стобальников, а Люберецкая гимназия «Интерес» вошла в список 100 лучших школ страны. Анна Троян, Петр Панмаренко, телеканал ЛРТ. В округе прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Так, в школе 48 в Малаховке состоялся праздник для первоклассников и выпускников. Подробнее о торжестве в сюжете моих коллег. Первый звонок для первоклассников Демида и Марины прозвучал у стен нового корпуса 48-й школы в Малаховке. Настрой на учебу у новоиспеченных учеников серьезный, настроение праздничное. Учите уроки, конечно. Я буду уроки делать, читать и слушаться. Владимир Ружицкий вместе с первоклассниками и начальником управления образованием Викторией Бунтиной разрезал красную ленту в честь открытия нового корпуса школы. Самым юным ученикам и выпускникам глава округа дал напутствие. Самое главное, что школа – это возможность общаться, возможность дружить, возможность получать знания напрямую от учителя. Я хотел бы пожелать выпускникам все-таки выпускной год, он непростой, сложный. Вы как выпускники, вы закладываете некий фундамент своих перспектив. Но первоклассникам, конечно же, я пожелаю здесь радости, общения. Это здание построено для учеников с 5 по 11 класса. Специализированные кабинеты и современное оборудование. В новом корпусе есть все для организации качественного образовательного процесса. В составе есть два кабинета технологий для мальчиков – слесарный и столярный цеха отдельные. Для девочек предусмотрен кулинарный цех и цех домоводства. Специальные кабинеты для проведения уроков физики, химии, биологии и географии, оснащенные по последнему слову техникам. Компьютерная техника, интерактивные доски, проекторы. В этом году 48-я Малаховская школа встретила 76 новых учеников. Всего здесь сформировано 3 первых класса. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 1 сентября в кадетской школе отметили двойной праздник – начало нового учебного года и торжественное открытие блока для начальных классов. Чем еще отличился этот день знаний, расскажет наш корреспондент. На этой праздничной линейке далеко не все воспитанники кадетской школы. В торжественной обстановке День знаний отмечают только те, кто впервые сядет за парту. И наоборот, кто встречает 1 сентября в качестве школьника в последний раз. На протяжении многих лет я регулярно присутствую на Дне знаний. Этот год он отличается от других, потому что мы проводим немножко в урезанном виде. Но я думаю, это не мрачает, это событие, потому что у нас сегодня есть возможность учиться в режиме, как говорят, оффлайн. А у первоклассников, к тому же, есть возможность учиться в новом современном здании. В День знаний они стали свидетелями торжественного открытия корпуса кадетской школы. Пристройка на 200 мест рассчитана на самых маленьких воспитанников – учеников первых и вторых классов. В их распоряжении 9 учебных кабинетов, игровые комнаты и спальни. Туда перенесен пищеблок на 400 человек с огромным обеденным залом, с новым современным оборудованием пищеблоком. Небольшой спортивный зал для занятий ОФП, он нам тоже очень необходим. Появление пристройки решило проблему с нехваткой мест и значительно разгрузило основной корпус. В этом году в кадетской школе сформировано 5 первых классов. В них будут обучаться 130 детей. Экологический урок от тех, кто в теме. Почему так важно сохранить природу ученикам 28-й школы, объяснили представители Минэкологии региона, Экофонда, активисты волонтерских движений и Управление образованием Люберец. Пластиковый мусор, он везде. И что же с этим сделать? То есть это нужно как-то остановить. Первый урок в новом учебном году – экология. К такому повороту третиклассники были не готовы. Вместо учителя – член волонтерского экодвижения «Чистый лес». Ученикам такой подход понравился. К доске идти не нужно и тема очень интересная. Почему нужно беречь природу, они теперь знают на отлично. Для того, чтобы у нас была окружающая красота. Мы могли купаться в морях, есть свежую рыбу и есть свежие фрукты. А еще купаться. Если все этого не будет, будет красочная река, и мы выйдем все в смоле. Для чего нужно раздельно выбрасывать мусор и как сохранить то, что имеем? Ответы на эти вопросы школьники получили на экологическом уроке. Познавательный мультфильм показал ребятам, к чему может привести экологическая катастрофа. Мы на самом деле выбирали школу, которая не относится к школам с экологическим уклоном. С целью именно просвещения, с целью внедрения экологиков в образовательную программу школы. Я была бы рада, если бы у нас проводились подобные мероприятия. Мы бы, наверное, более осознанно относились к охране окружающей среды уже именно с детского возраста. Фонд «Экология для всех» подарил ребятам экоконструкторы. Школьники собрали животных из деревянных деталей, что в новинку с современным детям. Нам все нравится. Мы сейчас собираем белочку, заканчиваем. Нам остались только вот эти вот ухи и глаза. Необычные занятия, которые научат детей беречь окружающий мир, организованы по инициативе Министерства экологии региона. В течение учебного года такие уроки пройдут и в других школах Подмосковья. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В этом году 21 люберецкий выпускник получил наивысший балл по итогам единого государственного экзамена. Это рекорд городского округа по количеству стубальников. Глава Люберец встретился с учителями, благодаря которым достигнут такой результат. Результаты школьников на ЕГЭ – это результаты их трудов. Эти люди не просто выполняют свою работу, а делают ее на все сто. Учитель гимназии 41 Валерия Азизян – рекордсмен городского округа по количеству стубальников. Четверо ее воспитанников получили на ЕГЭ максимальный балл. По литературе это Юлия Мещанкина, по русскому языку это Аня Москаленко, это Ярослава Бондаренко, это Таня Гудожникова. Вот мои героини. Всегда хочется, чтобы был результат. Не напрасно же мы работаем и не напрасно же трудятся наши дети, потому что это действительно 100 баллов – это труд и детей, и их родителей, и учителя. В этом году городской округ успешно справился с ЕГЭ. 21 выпускник заслужил звание стубальника. Для сравнения, в 2019 году их было всего 8. Вопреки ожиданиям, дистанционное обучение никак не отразилось на знаниях детей. У вас есть результат, вы его добились. Значит, что-то есть у вас такое, чего нет у других. Я вам хочу сказать спасибо, потому что вы этого достойны, и я думаю, что ваши ученики будут вас вспоминать. Новый учебный год уже начался, значит, пришла пора готовить новых стубальников, а вместе с тем и поднимать рейтинги городского округа в системе образования. Эти темы и пути дальнейшего развития учителя обсудили с главой округа. Следующая встреча с педагогическим сообществом намечена на начало октября. 3 сентября отмечено в российском календаре как День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата выбрана не случайно. 16 лет назад в Беслане произошло одно из самых трагических событий новейшей истории нашей страны. В память о жертвах террористических актов во многих уголках России прошли митинги. Городской округ Люберцы не остался в стороне. Эти кадры помнит каждый. 2004 год. Беслан. Тогда внимание всего мира было нацелено на обычную осетинскую школу, которая в одной часе стала местом гибели сотен людей. А название города до сих пор ассоциируется с теми страшными событиями. Первые числа сентября – это не только начало учёбы, но и напоминание о том, что в современном мире не должно быть места терроризму. После Дня знаний коллективы учащиеся 47-й школы вновь собрались на линейку. Только на этот раз – не праздничную. В этот день мы вспоминаем и говорим в вечную память погибшим. И, конечно, мы говорим спасибо нашим специальным вооружённым формированиям, которые всегда готовы прийти на помощь. Собравшиеся возложили цветы к памятнику, установленному на территории школы. И там же прошла лития по жертвам терроризма. От участников митинга неоднократно прозвучали фразы «Это забыть нельзя» и «Это не должно повториться». В округе продолжается акция «Мобильные бригады помощи». Каждый участник Великой Отечественной войны получит сотовый телефон с бесплатной связью. Подарок фронтовику Михаилу Акимовичу Расторгуеву вручила депутат Госдумы Лидия Антонова. «Пишу картины. И это моё хобби такое. Я очень увлекаюсь этим самым». Михаил Акимович Расторгуев увлекается живописью с детства. Не забывал он про своё хобби и на фронте. Писал портреты сослуживцев карандашом в окопах между боями. День победы. Далёкого 45-го. Михаил Акимович вспоминает с особыми чувствами. «Когда объявили капитуляцию на нашем участке, это при Балтике было дело. Так все воспрянули, все старались здоровые такие, все весёлые. Начались и танцы. А стрельба была, изо всех видов оружия стреляли вверх. Ну это радость великая. Чего там говорить об этом?» Михаил Акимович признаётся. На телефонные разговоры со всеми детьми, внуками и правнуками не хватит и дня. Чтобы всегда оставаться на связи таким, как Михаил Расторгуев, партия «Единая Россия» дарит мобильные телефоны с бесплатной связью. Важная цель такой акции – лишний раз оказать внимание и поддержку фронтовикам. «Вот с теми ветеранами, с кем я уже встретилась, я уверена, что у них есть телефон. Но мне кажется, им было приятно, что в эти такие хорошие летние дни к ним пришли, с ними поговорили в очередной раз. И ещё раз говорю, что это чувство защищённости, которое особенно всем нужно в эти дни. И очень хочется, чтобы, конечно, мы сберегли вот этот наш золотой генофонд, который рядом с нами». В течение месяца мобильные телефоны получат все 134 участника Великой Отечественной войны, проживающих в Люберецком округе. Анна Троян, Александр Колганов и Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. «Диктант Победы» написали в Люберцах. Для сдачи исторического экзамена в округе подготовили 45 площадок. Среди них образовательные учреждения округа и музейно-выставочные комплексы. Одним из организаторов всероссийской акции выступила партия «Единая Россия». «Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Фирменный бланк, гелевая ручка и багаж знаний – это все, что нужно, чтобы сдать такой экзамен. Если с первыми пунктами все просто, то со знаниями сложнее. Сюда пришли только те, кто не побоялся испытать свои силы. «У меня отец, Царь Небесный, участник войны, воспринимая этот диктант как возможность подумать о победах нашего народа и о победе Великой Отечественной войны, это еще раз дает возможность подумать, насколько наша страна велика и могучая». Даты и события Великой Отечественной войны, сюжеты художественной, военной литературы и биографии героев – все это предстояло вспомнить участникам диктанта победы. Центральной площадкой в этом году стал музейно-выставочный комплекс «Сто человек писали экзамен в двух аудиториях». «Любой экзамен – это и волнение, и некий страст, потому что неизвестно, какие вопросы, что там будет. 75 лет победы в этом году мы все отмечаем, вспоминаем наших предков, своих близких, постараемся как-то напрячься и правильно написать». В историческом экзамене приняли участие представители всех возрастов и профессий. Кому-то для сдачи теста пришлось проштудировать учебники, а некоторые с историей на «ты» пришли без подготовки. «Дело в том, что любой, кто учился в советской школе, он знает, что тогда образование давалось такое фундаментальное. А я очень любил историю, поэтому мне хоть про Куликовскую битву спроси, хоть про Вечего Олега я все расскажу. Любой гражданин любой страны, если он себя считает гражданином, он должен задать историю своей страны». В этом году в исторический тест вошли 25 вопросов, 20 заданий по общей федеральной и 5 по местной тематике. Время – 45 минут. В гимназии номер один «Диктант Победы» писали ученики 9-11 классов. Отсутствие ошибок может добавить в результат ЕГЭ по истории 5 баллов. Школьники оценивают не только практическую пользу теста. «Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин Российской Федерации должен знать свою историю, от чего все происходит. И каждый человек должен понимать, какой это большой вклад в наше светлое небо и вообще в то, что мы живем на этой планете и сейчас существуем». В этом году «Диктант Победы» написали почти 4,5 тысячи люберчан. Свой результат можно будет проверить на официальном сайте «Диктант Победы.РФ» по идентификационному номеру. Анна Троян, Александр Колганов, Валерий Абсалямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберсах проходит комплексное благоустройство дворов. Ежегодно в округе преображается не менее 10% придомовых территорий. Недавно работа завершилась на Попова-38. Игровая зона в шаговой доступности от дома. О таком Серафима Пономарева мечтала давно. Раньше она ходила с дочкой на соседнюю площадку. Теперь развлекательный комплекс у них прямо под окнами. Замечательно, да. Теперь можно выйти около дома, покачаться на качелях, песочек поиграть. Но это было невозможно. Были железная горка, железная машина, железная лестница, песочница была старая. Теперь красота. Пока дети играют, взрослые могут заняться спортом. На площадке установлено оборудование для воркаута и уличные тренажеры. И все это на травмобезопасном покрытии. У нас все площадки исключительно по просьбе наших жителей. Вы знаете, из губернаторской программы, сами жители выбирают и место, и какие-то элементы. Вот согласно всех их пожеланиям появилась вот эта детская площадка. В этом году в программу комплексного благоустройства вошло 68 дворов. Но эпидемия коронавируса и введенные ограничения сократили адресный перечень на 50%. В итоге работы проведут только на 34 участках округа. А34 мы перенесем на следующий год. Поэтому там, где мы в этом году просто не смогли, в силу и финансирования, и в силу других проблем, сделаем в следующем году. Потихоньку дворы наши преображаются. И мы с каждым годом не менее 10% дворов мы ремонтируем. Комплексное благоустройство дворов входит в шесть обязательных элементов. Новая или модернизированная детская площадка, озеленение, освещение, парковочные карманы, информационный стенд и контейнерная площадка. За пять лет в городском округе Люберцы преобразовалось 373 двора. Музыкальные школы округа готовы к учебному году. Воспитанники третьей школы искусств теперь будут обучаться на новых клавишных инструментах. Оборудование поступило в учреждение в рамках национального проекта «Культура». Наш корреспондент Александр Колганов и юные люберчане проверили частоту звучания инструментов. Помимо игры на фортепиано Дарья Капрал занимается вокалом, поет в хоре и играет в ансамбле. Я играю в вальс Иванов-Крамской и румба Козлов. Мне очень нравится ходить самой в музыкалку. И очень нравится этот инструмент фортепиано. В школе искусств Даша учится уже 7 лет. После ее окончания планирует поступать в музыкальное училище. Теперь оттачивать мастерство она будет на новом инструменте. Эти инструменты такие хорошие, клавиши прекрасные, и звук очень хороший. Третья школа искусств получила 9 пианино и один рояль на сумму 7 миллионов рублей. Новые инструменты поступили в рамках национального проекта «Культура» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Техника принята без нареканий. Детишки довольны. Уже протестировали, преподаватели также проверили. Все отлично, идеально. Так что это огромный подарок нашей музыкальной школы к первому сентябрю. В ближайшее время новые пианино и аккордеоны получат все люберецкие музыкальные школы. На закупку новых инструментов для учреждений округа было выделено более 70 миллионов рублей. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 1 сентября вместе со школами начали учебный год и учреждения дополнительного образования. Многие из них устроили день открытых дверей, чтобы либерчане смогли выбрать занятие по душе и записаться. Насыщенную программу для гостей устроил культурно-просветительский центр. Брейкдэнс, дабстеп, гоу-гоу. Всем современным направлениям можно научиться в танцевальной студии культурного центра. Для Анны Ковалевой танцы – способ самовыражения и то, что помогает наполнить жизнь смыслом. Благодаря этой студии я нашла много друзей. Я до сих пор, естественно, с ними общаюсь в жизни, не только на танцах. И, конечно, это, во-первых, поддержание формы, во-вторых, ну, мне правда это нравится, я хочу связать с этим жизнь. На дне открытых дверей юные таланты воплощали их в жизнь впервые после долгой карантинной разлуки. Любители жить в ритме танца провели мастер-классы для всех желающих. Всё, чему научились, показали воспитанники всех 30 клубных формирований. Студия вокала, спортивные секции, уроки иностранных языков, декоративно-прикладное творчество, культурно-просветительский центр – это настоящий дом досуга, где увлечь себя и развить свои навыки может каждый. Занятия в арт-школе настолько увлекли Марию Галяеву, что теперь к прекрасному она приобщает всю свою семью. У меня племянница 5 лет, она очень хочет рисовать, поэтому я её сюда привела. Это очень уютное место, где любой человек может прийти, даже не умев вообще рисовать, научиться, потому что очень прекрасный преподаватель, она всё легко и спокойно объяснит, что это будет понятно каждому. День открытых дверей перед началом нового учебного года. Возможность попробовать занятия во всех кружках сразу. Он направлен на то, чтобы познакомить с руководителем, узнать какие-то подробности и, конечно, записать в наше клубное формирование детей и взрослых. Из них у нас есть часть на платной основе, есть часть на бесплатной основе. Занятия в культурно-просветительском центре уже стартовали. В них успели записаться несколько сотен человек. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Осень – это не повод отказывать себе в летних удовольствиях. Впереди бабьи летом. Подходящее время для отдыха на природе в прикуску с шашлыком. Наш корреспондент Анна Троян разбиралась в рецептах мясного блюда. Сейчас надо проверить качество, запах мяса и купить лаваш обязательно. Мы поджарим лаваш и будет очень-очень вкусно. Мясо должно быть свежим. Принцип номер один. Насколько вкусным получится шашлычок, зависит от качества продуктов. Эксперт в кавказских блюдах Михаил Давыдов рекомендует покупать продукты исключительно на рынке. При выборе всегда обращает внимание на внешний вид. Мясо не должно быть заветренным или рыхлым. И обязательно пользуется обонянием. Свежее мясо всегда пахнет молоком. Да, вот, хорошо. Крутое мясо. Вот его возьмем. Если мясо выбирать, то мясо выбирается под шашлык всегда с красным оттенком. Это в первую очередь для того, чтобы он был сочный и вкусный. Если нет у вас никаких диет и всего прочего. Да, шашлык отнюдь не диетическое блюдо. Желающим сберечь фигуру и получить удовольствие от застолья, советуем делать блюдо из птицы. Самый вкусный и сочный из филе бедра индейки. Или запеките рыбу. Но Михаилу проблемы с лишним весом не грозят. Берет красное мясо. Какое мясо больше всего подойдет? Вот на шашлык, чтобы было вкусно. Для шашлыка лучше взять шейку свиной. Для шашлычка. Потому что там идут такие прожилочки жировые. Для сочности которые. Или же можно, в принципе, и кострить, и яблочко. Но оно немножечко будет посуше. И в цене более приемлемое. Из говядины я очень посоветила. Либо вырезку говяжья. Ее очень удобно резить на стейке. И с бараниной мы тоже возьмем лучше корейку. Она чуть подороже, но она и быстро промаринуется у вас. И быстро прожарится. Три варианта. И все по-своему хороши. Так что в итоге? Баранина, говядина или свинина? Мы, наверное, возьмем свинину. Теперь делиться своими секретами предстоит нашему герою. Михаил, выдавайте все шашлычные секреты. Мой дед готовил шашлык. Мой отец готовил шашлык. И я сегодня для вас приготовлю самый вкусный шашлык в мире. Три вида маринада. Три уровня сложности готовки. И три разных вкуса. Первый рецепт от Михаила Давыдова. Авторский. Семейный. Чтобы приготовить такой шашлык, нужно взять небольшую банку сметаны. Добавить его в мясо, посолить, поперчить обязательно, добавить лучка. И добавить обязательно такие специи, как чабрец. Он придает ароматный вкус для мяса. И, конечно же, в мой шашлык я добавлю секретный ингредиент. Это киви. Он сделает мясо мягким и вкусным. Маринайте мясо недолго, не больше часа. А вот рецепт для тех, кто не любит заморачиваться. На скорую руку. Здесь нет никаких изысков. Обычная газированная вода, лук, соль, перец. И все. И третий вариант. Уже замаринованный шашлык. Наш герой не рекомендует брать кота в мешке. То есть мясо в ведре из магазина. Лучше на рынке или в мясной лавке. Чтобы приготовить самый лучший шашлык, должно быть вкусное мясо, хороший маринад и золотые руки. А чем вооружить золотые руки? Шампуры или решетка? Принципиальной разницы здесь нет. Главное плотно уложить куски друг к другу, чтобы мясо не отдавало сок. Так считает наш эксперт. Кстати, кусочки должны быть средние или большие. Маленькие сгорят. Ну что, пробуем? Меня очень порадовал покупной шашлык, потому что здесь я чувствую нотки лимона. И это дает определенную свежесть. Лидерами кулинарного эксперимента стали авторские и классические рецепты. Кардинально разные и оба пальчики оближешь. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго.